О самом интересном и важном в Нижегородском регионе расскажут журналисты областных телекомпаний. Смотрите выпуски новостей губернии. Поезд Минобороны «Сила в правде» прибыл на московский вокзал Нижнего Новгорода. Региональный галоконцерт российской студенческой весны прошел в Нижнем Новгороде. Московский вокзал, первый путь, первая платформа и поезд Министерства обороны России с необычным названием «Сила в правде». С большим оркестром, хлебом с солью нижегородцы встречают дорогих гостей, которые приехали с непростой миссией. Это акция, которая поднимет дух нижегородцев. Это будет очень хороший вклад, элемент в воспитание нашего подрастающего поколения. Прямо на перроне 30 школьников торжественно вступают в ряды юнармии. Своевременное и такое нужное в настоящее время движение исключительно для школьников и подростков. Я считаю, что такой формат запомнится на всю жизнь. Но представляете, вам вручают книжку юнармейца «Настоящий контр-адмирал». Ну а теперь, пожалуй, самая увлекательная и притягательная часть экскурсионной программы – возможность посетить поезд изнутри. В каждом вагоне своя тематика. Внутри различные атрибуты, трофеи и интерактив, связанные с правдой о нашей родине. По поезду можно передвигаться хаотично, как пожелаете, но лучше начинать последовательно. Итак, первый вагон – Великая Отечественная война. В следующем вагоне представлены, можно сказать, трофеи, добытые в ходе специальной военной операции. Это и портмоне с изображением свастики, и украинские флаги, и даже всем известная подбитая баба-яга. А в одном из вагонов представлено целое рабочее место оператора ФП «Бедронов», выполненное в виде землянки в три наката. Мы разоблачаем миф о якобы непобедимости американского оружия. На наших платформах трофейная боевая машина пехоты «Бред» для американского производства. Можно потрогать, потрогать все те входные отверстия от наших пушек, снарядов, которые поразили ее эффективно. И поэтому американская техника, равно как и французская, и немецкая, горит так на поле боя, что не потушишь. Это действительно очень важная и нужная экспозиция. Наши ветераны в полном восторге. Они понимают то, что это важный момент в патриотическом воспитании нашего подрастающего поколения. В прямом смысле прикоснуться к истории смогут россияне на 75 железнодорожных станциях в 67 субъектах страны. До 9 мая состав побывает во всех регионах. Насколько уникален проект, рассказывают посетители поезда «Сила в правде». Мне лично было безумно интересно слушать о различных орудиях, о людях, о их профессиях. Пошелось, они же там еще живут. Мне больше интересно, скорее всего, где они спят и так далее. Посмотреть, потрогать, узнать обо всем, о чем рассказывают лекторы в вагонах, просто. А вот понять сложнее. В полной мере понимает, наверное, только тот, кто и сам стал частью боевых действий. Ну, молодежь разная, да, соответственно, все по разным причинам здесь, да, кто-то более мотивирован, кто-то менее, но, тем не менее, глаза горят, они с интересом к этому всему относятся. Они некоторые вопросы задают, удивляешься. То есть, ребенок там, пускай он будет в школе 9-10 класс, ну, допустим, вот эта юнармия, а он спрашивает вопросы, которые не каждый взрослый знает. Как они будут воспитаны, так и будет жить наша страна. Настоящее и будущее страны – особо трепетная тема и для ветеранов военной контрразведки, ведь для них безопасность Родины в приоритете во все времена. Новое поколение военных контрразведчиков в ходе специальной военной операции защищает нашу страну и наши рубежи от таких же шпионов, врагов, предателей и коррупционеров. И я думаю, что мы стоим на верном пути, используем опыт и традиции наших теперь уже предков, и мы победим. Победа будет. Таким людям можно задать любой вопрос, и они всегда знают, что ответить. И это правда. А как известно, вся сила именно в ней. Служба информации Анастасия Морозова, Алексей Завылов. Маргарита Садова, как и весь ее коллектив, живет танцем. Заряжают зрителей своей энергией на открытие гала-концерта. Открытие – это что-то самое волнующее, потому что это открывает вообще гала-концерт, и люди как раз впервые увидят вот этот номер, увидят вас. Как раз-таки это может быть какой-то заряд, да, даст людям, которые будут сидеть и смотреть на нас, и, конечно, это некая ответственность. Поучаствовать может каждый. Творческие номера не только коллективные, но и сольные. Я выступала в коллективе, у нас ансамбль, мы заняли первое место в Лобачае, и также я выступала с авторской песней, выступала впервые, что было очень страшно, конечно, потому что я только недавно начала писать песни и взяла второе место. Первая студвесна прошла в 1992 году. Статус общероссийской получила в 1998-м. Ежегодно в ней участвуют более полутора миллионов студентов, представляющих свыше 700 университетов и колледжей со всех уголков страны. Всего три этапа – отборочный в рамках учебного заведения, региональный и всероссийский. Нижегородская область традиционно показывает хорошие результаты. Мы обязательно привозим первые места, мы стараемся привозить и гран-при, а в этом году, так как Нижний Новгород – культурная столица, мы, конечно, настроены на большие победы. В том году мы привезли три первых места. Мы каждый год меняем титулы. Честно говоря, ну, это уже превратилось в некое такое, ну, как вы знаете, какой там новый конкурс объявили, что там детская столица, ну, давайте, давайте, идите сюда. Молодежная – давайте к нам, культурная – давайте тоже мы. То есть мы коллекционируем вот эти столицы. Слушайте, вы когда поедете в Саратов, вы порвите нам все команды, а вы должны победить. Обязательно, давайте. Именно в Саратове пройдет всероссийский этап. Город проведения меняется каждый год. А на региональном как раз определились 60 счастливчиков, которые представит наш регион в финале. Служба информации Анастасия Морозова, Максим Веселов. Конец апреля – традиционное время для подведения итогов хоккейного сезона. В спортивной школе Нижегородского «Торпедо» ежегодно проводится праздничное мероприятие, посвященное выпуску 17-летних хоккеистов и чествованию команд других возрастов, участвующих в первенстве России в регионе Приволжья. Система подготовки юных хоккеистов спортшколы «Торпедо» имеет команды по всем возрастам. И всем ставятся самые высокие цели и задачи. Хоккейный регион как был, так и остается. Нижний Новгород, Нижегородская область. И очень много выпускников, которые сейчас играют на разных уровнях, в том числе и в КХЛ. И на мировом уровне также имена очень известны. Я бы хочу пожелать «Торпедо» развиваться и показывать тот хоккей, который любят болельщики. В уходящем сезоне команды «Сдюшор Торпедо» выступали в первенстве России по Приволжью по семи возрастам. Выиграв суммарно одно золото, два серебра и одну бронзу. Есть еще одно четвертое и одно пятое место. Школа работает, развивается. И я думаю, что в будущем у нас будет больше. Конечно, хочется большего, но в любом случае для нас это тоже результат. Маленькими шажочками мы улучшаем наши показатели каждый год. Хочу сказать слова благодарности родителям, всем ребятам, которые занимаются у нас в школе. Хотелось бы пожелать ребятам всем удачи, успехов, хорошо отдохнуть и с новыми силами возвращаться уже к новому сезону. Бронзовыми медалями были награждены молодежная команда «Чайка» и женская команда «Торпедо», дошедшие в своих лигах до полуфиналов. Для обеих команд это второй подряд сезон с медалями. Много хороших было побед, горьких поражений. Но, к сожалению, не получилось выиграть золото, но бронза тоже хороший результат. Я считаю, что у нас все очень впереди. И смотря на маленьких детишек, вспоминая себя, когда я также вступал в хоккейную школу «Торпедо», на ностальгии просто. В дюшор «Торпедо» работают квалифицированные тренеры. Многие из них либо сами являются выпускниками нашей хоккейной школы, либо отдали немало лет своей профессиональной карьеры выступлению за нижегородскую команду мастеров. Таковым примером является и руководитель спортшколы Роман Малов, сыгравший за «Торпедо» 20 лет назад более 300 матчей. Работу тренера Роман Викторович считает очень сложной и непростой. Много переживаний – это ответственность, в первую очередь, за ребят. Все результаты очень близко к сердцу воспринимаются, какие-то неудачи, переживания или еще что-то. Мы очень благодарны нашим тренерам. Команды старших возрастов спортшколы «Торпедо» каждый сезон являются победителями или призерами регионального первенства России, после чего принимают участие во всероссийском финале по своим возрастам. Безусловно, флагманом у хоккейной школы «Торпедо» является команда 2009 года рождения, которая уже на протяжении четырех сезонов подряд не знает себе равных в первенстве России по Приволжью. В уходящем сезоне наши парни в финале обыграли своих извечных конкурентов – Казанский Акбарс. Несмотря на четыре года, которые мы занимали первые места, были матчи, которые могли сложиться не в нашу пользу, и мы могли проиграть. Но команда проявила характер и мужество, и мы смогли выиграть. Впереди новый сезон и новые цели. Команды всех возрастов спортшколы «Торпедо» будут снова бороться за самые высокие места в своих турнирах. Служба информации Николай Панченко, Максим Веселов.